Это были самые дорогие с Андрианом, первые самые, когда он приехал, первый раз после полета. Вот сопровождала его всюду, как нитка за иголкой ходила. Потом с ним дальше встречи, и все это потом переходит в одну книгу, перешло сейчас в другую книгу. Сотни черно-белых фотографий, тысячи историй, необъятное количество воспоминаний. Все это наша история. История города Чебоксары и ее жителей. Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, программа «Сто лиц столицы». Мы начинаем цикл передачи о людях, внесших значительный вклад в развитие и становление города Чебоксары. Валентина Иванова. Это имя хорошо известно в республике. Ее по праву можно назвать настоящим городским летописцем. Журналист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры России Чувашии, автор и соавтор почти 30 краеведческих книг, окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета, корреспондент, старший редактор Чуваши-радио, собственный корреспондент ТАСС по Чувашии, награждена орденом «Знак почета», медалью ордена за заслуги перед Чувашской республикой, лауреат республиканской журналистской премии имени Эльгера, почетный гражданин города Чебоксары. Почему в Чебоксары? Наверное, это судьба была. Ну, я по профессии не журналист, я учитель-филолог, учитель русского языка и литературы. Когда муж приехал сюда, на свою родину, в Чувашии, мы вместе учились на одном курсе, он журналистику кончал, и он в редакцию советской Чувашии. Я свободный диплом ходила, искала, в школах работы не было, и целый месяц я страдала от безделья. И в это время получилось так, что на Чуваш-радио оказалось целых два свободных места. Я там проработала долго, знаю, текучки там практически не было. Почему? Даже и не задумывалась. Было два места – редактора промышленных передач и корреспондента. Когда, значит, меня спросили, ну, на это услышали, человек кончил Ленинградский университет, диплом с отличием, это, конечно, ясно уцепились за меня. И какое же выбрать место? Я в журналистике тогда понимала очень мало и решила, что выбрать редактором быть. Не знаю сама толком, что это такое, но видишь, что это что-то престижное. А корреспондент – это рядовое. Зачем? Сразу в начальники пойти. Ну, хорошо, вот наши однокурсницы, которые тоже выпускницы Ленинградского университета, они в Советской Чувашии работали в газете, они отсоветовали, ты что, ты будешь сидеть за столом, а тут поездить по республике, узнать, только так становятся журналистами. Вначале особого энтузиазма не было, но со временем поняла, что подруги оказались правы. Работа полностью захватила молодую журналистку. Нет в Чувашии такого района, где бы Валентина Иванова не побывала. Ей удалось посетить все предприятия республики, завести множество друзей. Я возглавила и вела летопись трактора «Строя» – часовой радиожурнал и строительство «Чебоксарской ГЭС». И, наверное, вот с тех пор, с тех как раз во многом радиожурналов, моих первых репортажей, и рождались будущие книги, информации. И рождалась, собственно, моя персональная летопись Чувашии, летопись Чебоксар. Мне приходилось постоянно бывать где? На тех основных предприятиях. Электроаппаратный завод, хлопчатый бумажный комбинат и на стройках. И вот для меня в чем-то исторический дом – это перед 10-й школой, угол проспекта и улицы Андриана Николаева. Перед 10-й школой этот дом делала, там сколько он, пятиэтажный, по-моему, делала репортажи с каждого из этажей. Это тогда было событие. Все вот эти вот годы, десятилетия, в чем-то следило за их судьбой, они росли. Снова и снова шли репортажи или очерки о них. Понимаете, что рос город, росли и люди. И о людях, о чебоксарах и чебоксарцах фактически, ну вот каждый день потом после 20-летней работы на Чуваш-радио, тоже многолетняя работа в Этартассе, тоже о людях, о предприятиях, которые рождались на моих глазах. Ну, где-то мне повезло, что была живым свидетелем, очевидцем этих событий и каким-то их участником. Когда очерков и тартассовских сообщений стало слишком много, появилось желание объединить их в книги. Именно служебные материалы легли в основу будущих летописей о крае 100 тысяч песен и его людях. Первая книга по городу идет троллейбус, о чебоксарском предприятии получила много положительных откликов. А повесть «Поймай в ладони снежинку» о девушке корчагинской судьбы из Поречья стала лауреатом всероссийского конкурса на лучшую книгу о молодежи. Всего из-под пера Валентины Андреевны вышло более 30 книг. Но писательница и журналист не собираются останавливаться. В ее личном архиве хранится очень ценный материал, которого хватит еще не на одну книгу. Еще не написано много, очень много, но хочется написать вот в том числе вот о вид персонах, которые приезжали, и о разных случаях, которые бывали и оставались за кадром, о чем ТАСС не сообщал. В 2009 году в свет вышла вот эта вот книга под названием «Чебоксарский характер». В ней 500 страниц, 300 очерков и мини-интервью, почти 800 фотографий. Валентина Андреевна признается, что писала ее почти три года и всю жизнь. Здесь собраны все ее журналистские находки, интересные встречи, знаменательные события, все то, что бережно хранилось в памяти городского летописца. Но самая любимая ее тема – скромный герой с Чувашией Андриан Григорьевич Николаев. Когда, например, писала вот книгу первую об Андриане Николаеве, очень мало было еще материалов. Сидела подолгу в библиотеках, искала там в журналах какие-то, значит, книги. Я приходила в библиотеку и от руки переписывала целыми страницами то, что выбирая, что говорили люди, другие космонавты об Андриане Николаеве. Именно в Национальной библиотеке Валентина Иванова искала газетные и журнальные статьи, выискивала цитаты, любую информацию. Собранная по крупицам появилась первая книга Андриан Николаев. Сегодня в Национальной библиотеке собраны все издания Валентины Андреевны. От небольших брошюр, красочных альбомов до документальных повестей и краеведческих книг. Каждая из них сама по себе уже своеобразная летопись города. Волга, конечно. Вот сейчас где-то вот уголки Чебоксарского залива есть. Ну и иногда вот ходишь как по вот таким вот по страницам своей летописи журналистской. Когда пройду мимо этого дома, где на всех этажах делала с каждого этажа репортаж или же там, каждый, понимаете, дом, каждая улица что-то свое напоминает. Вот. Больше старые Чебоксары люблю. У меня свой какой-то экскурсионный маршрут. Что вот тут я была. С каждым у меня что-то связано уголком города. И старым, и новым. И когда вот идешь там, останавливаешься. Поэтому мне интересно. Для меня это памятные места тоже. Я уезжала за мужем. Здесь теперь мои корни. Мой сын. Моя работа. Здесь я состоялась. Зеленый совсем человечек. Зеленый специалист. Я в профессии состоялась. Безо всяких протекций. Без ничего. Все как-то вот сама. И это дорогого стоит. И я людей узнавала. Но и люди меня узнавали и уважали. За материалы где-то это уважение вызывали. Много друзей. Появилась вообще журналистика. Чем хороша? Что я создала, сумела создать за эти годы уникальную коллекцию. Потому что мне всегда очень везло на хороших людей, героев вот этих моих журналистских материалов. Валентина Иванова не пропускает ни одного культурного мероприятия в городе. И по долгу журналиста, и по призванию летописца. Ее можно встретить и на выставке, и в музее, и на концерте. Я заядлый театрал. Еще когда училась в Ленинградском университете, мы бегали по всем премьерам, по театрам. Была часто и в Маринске, и в других театрах. Вот, ну и когда приехала в Чебоксары, не изменила традицию взять, например, фестивали. У нас было более 20 оперных фестивалей, и это 17-й балетный фестиваль. Это всегда большой праздник, но это праздник в рабочей спецовке. Ведь корреспондент Этартас должен в этот же день оперативно выдать информацию, отстреляться. В 2007 году Валентина Иванова стала почетным гражданином города Чебоксары. Награда для нее оказалась неожиданной. У меня слезы, когда получала от волнения. Понимаешь, до сих пор я немножечко, ну, кто-то скажет, вы гражданка-самозванка, вы не лампочка-склянка. Первый кто у нас? Андрян Николаев, Святослав Федоров, олимпийские чемпионки. И вдруг журналист Валентина Иванова как-то, ну, ей-богу, немножко я до сих пор себя вот так чувствую, что это очень, конечно, высокое звание, высокое доверие. Историю делают люди. Она, в свою очередь, бережно хранит имена и лица, судьбы и характеры, чтобы не потеряла связь времен. Валентина Иванова крепко держит эти связующие нити, рукописные страницы Чебоксарской летописи. Италия близко. Беатричи – изысканность, чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный. Он создан, чтобы покорять. Беатричи. Мегамол, мультибрендовый бутик «Стрекоза». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова